Для начала напомню, что такое цитоплазматическая мембрана. Это двойной слой фосфолипидов, и все клетки, они в первую очередь имеют цитоплазматическую мембрану. Некоторые организмы еще имеют клеточную стенку, допустим, грибы, растения, а животные клеточную стенку не имеют. Но все клеточные формы жизни, они имеют цитоплазматическую мембрану, у бактерий, растений, грибов, животных, только у вирусов нет мембраны, у них оболочка капсина. И эта мембрана полонепроницаемая. Через эту мембрану осуществляется всякий транспорт. Как-то нам что-то нужно транспортировать туда-сюда. И весь транспорт разделили на активный и пассивный. Смотрите, активный и пассивный. С одной стороны, вам должно быть понятно, что пассивный без затрат энергии, а активный с затратами энергии. Но иногда это нужно пояснять. То есть я вам делаю акцент, вас это спросят. Вот прям спросят, спросят, спросят. То есть здесь без затрат энергии. Не нужна никакая энергия, чтобы транспортировать воду с помощью осмоса. Диффузия, облегченная диффузия, на это энергия не нужна. Активный транспорт с затратами энергии. Поставьте плюсик, если тут понятно, что активный это с затратами, пассивный это без затрат. Без затрат энергии будет двигаться вода. Давайте поговорим про движение воды через мембрану. Это называется осмосом. Эктуальность осмоса. Вот на эту картиночку посмотрим. Всяли дистиллированную воду, тыкнули в стакан с этой водой мембрану полупроницаемую, и насыпали в одну часть соль. Соответственно, вода пошла в ту часть, где больше соли. И мы видим, что даже уровень изменился. То есть там, где соль, там уровень воды стал больше, что реально эта соль притянула на себя воду. Если мы возьмем растительную клетку, то в растительной клетке, допустим, концентрация соли 0,9%. Ну то есть 0,9% это такая стандартная концентрация для клеток. Клеточная стенка имеется у растений. И по этой причине, как растения пьют воду, когда наступает засуха и вода испаряется из растений, концентрация внутри клеток растет. И она может стать, допустим, не 0,9%, а может стать даже 2%. Для животных такая ситуация не характерна, потому что когда засуха, то сушняк хочется пить, мы пьем. Понятно? То есть у животных есть гомеостаз. Хочется пить, мы пьем. Лишнего выпили, значит, излишки воды удаляются. Почему это происходит? Потому что у наших клеток нет клеточной стенки. Что происходит, когда засуха с растением происходит? Концентрация солей растет, и сосущая сила клетки увеличивается. То есть растение просто с большей силой начинает поглощать воду из окружающей среды. Концентрация солей в пресной воде примерно 0,3-0,5%. Вода идет оттуда, где концентрация меньше, туда, где концентрация больше. Если растительную клетку погрузить в пресную воду, она набухнет. То есть она набухнет, концентрация станет меньше. То есть это самое плохое, что произойдет. Если животную клетку погрузить в такой вот раствор, то животная клетка лопнет. То, что разница между растительной и животной клеткой. То есть мы сейчас говорим про осмос. Осмос – движение воды через мембрану, туда, где концентрация соли выше. Если мы берем животную клетку, погружаем в пресную воду, то она набухает и лопается. А растительная клетка благодаря клеточной стенке, она просто набухает, и клеточная стенка сдерживает ее от разрушения. Это разница, если понятно, плюсики поставьте. Окей. Вам будут задачки задавать эту тему. Вам могут дать не концентрацию, вам могут дать давление в паскалях, в мегапаскалях и так далее. Концентрация и давление в клетке – это то же самое. То есть давление на мембрану, на клеточную стенку создается количеством соли. Мембрана – это все-таки мешочек, это ограниченное пространство. Клетка – это ограниченное пространство. Соответственно, когда туда начинает… Чем больше там подыть, тем больше давление на эту мембрану. Соответственно, его там можно как-то померить. Все, это понятно. Второй этап. Вот эта вот соль, которая здесь плавает, она в какой-то момент начнет переходить из правой половины в левую. Это будет называться диффузией. Диффузия, дискуссия, дисперсия. Некоторые люди путают эти вещи. Взрастают, становятся взрослыми. Развели ту диффузию, дисперсию, дискуссию. Так вот, чтобы вы не путали, что такое диффузия, дисперсия, дискуссия. Это разные понятия. Диффузия – это транспорт веществ по градиенту концентрации через мембрану. Допустим, вы посолили мясо. Давайте представим, что вот это вот кусок мяса – шашлычок. Вот мы солькой посыпали, вот это вот соль, которую мы посыпали. Вода по градиенту концентрации будет идти в том направлении, где больше соли. Это произойдет прямо сразу. То есть мясо или салатик пустит сок. А что будет происходить дальше? Эти частицы соли будут проникать внутрь этих продуктов. Если это понятно, то тоже можно плюсик поставить. То есть диффузия – это транспорт веществ через мембрану, когда сами вот эти вот ионы, мелкодисперсные какие-то очень маленькие соединения – это также газы. То есть сюда же кислород, СО2, другие газы сюда относятся. Когда они будут проникать туда, где их концентрация ниже, оттуда, где их концентрация выше. То есть когда мы дышим, у нас в крови много СО2, и с помощью диффузии они происходят в легких газообмен. С помощью чего? С помощью диффузии. Для того, чтобы произошел газообмен в легких, и наш организм усвоил кислород и вывел СО2, для этого не нужно тратить энергию. Кислород поступает в нашу кровь, в эритроциты, с помощью диффузии и СО2. Он из нашей крови выводится с помощью тоже диффузии, с помощью вот этого эритроцитного транспорта. Есть облегченная диффузия. Что это такое? Облегченная диффузия осуществляется через белки-переносчики. То есть если организм хочет в сотни раз быстрее транспортировать какие-то молекулы, он держит... Давайте так, приставьте ванну с водой. Кто может приставить ванну с водой наполненную, поставьте ключики. Вы набрали ванну, и там такая вот пробка еще есть, торчит. И целая ванна воды, вы такую пробку открываете, и вода туда потекла. Кто это может приставить, продолжайте плюсики ставить. Вот по сути движение воды в этой ситуации, когда вода идет через это отверстие в трубы, это и будет выглядеть как облегченная диффузия. То есть есть какие-то белки-переносчики, которые как отверстие в ванной, и оно закрыто чаще всего. То есть потому, что оно закрыто, есть какая-то цель. То есть есть цель. Допустим, электролиты, они участвуют в сокращении мышц, в проведении нервных импульсов. И вот у нас плавненько хочется перейти к ионным насосам. Ионные насосы, допустим, будут закачивать ионы туда, где они нужны, против градиента концентрации. То есть они тратят энергию, чтобы наполнить эту ванну. И потом в какой-то момент нужно открыть пробку. Сейчас я вам расскажу, когда это надо. Как происходит сокращение мышц. То есть как работают эти вещи. Активный транспорт, облегченная диффузия, как провозится нервный импульс, сокращаются мышцы. Все это сейчас расскажу. Просто облегченная диффузия, это движение воды через вот такие вот, не воды, а каких-то низкомолекулярных соединений через белки-переносчики. Если это понятно, поставьте ключики. То есть есть низкомолекулярные соединения, которые могут пройти через мембрану или белок-переносчиков. Есть высокомолекулярные соединения, которые не могут через него пройти. Высокомолекулярные соединения, это всякие различные белки, полимеры, вот такие вот штучки. Итак, ионные насосы. Они, соответственно, будут перекачивать ионы, а транспорт в мембранной упаковке, смотрите, это активный транспорт, и будут транспортироваться высокомолекулярные соединения. Вот вам представлен натрий-калиевый насос. Что такое натрий-калиевый насос? Это белок, который, затрачивая энергию, может в одну сторону транспортировать три иона натрия, а в другую два иона калия. Этим самым, обратите внимание, что три положительные частицы переносятся из клетки и две положительные частицы переносятся в клетку. Таким образом, с этой стороны создается положительный, а с этой стороны отрицательный заряд на мембране. Это все действует не просто так, а благодаря этому нервный импульс передается по нейронам. Смотрим, вот у нас положительный заряд на мембране, а вот импульс, который бежит по нейронам. То есть он отрицательный с этой стороны. Как он получился вот такой вот отрицательный? Как его сделать? Как перезарядить мембрану? Вот этот вот отрицательный заряд действует здесь на мембране на белки облегченной диффузии, которые встроены ионы натрия-калия. Это как пробка. Давайте еще раз восстановим события здесь. Работает натрий-калиевый насос, качает сюда три матрия, а сюда качает два калия. Таким образом, мембрана с этой стороны обретает положительный, а с этой стороны отрицательный заряд. Это на нервной клетке происходит. Когда приходит нервный импульс, открываются белки, переносчики, как ванна, пробка, и вода начинает выливаться из этой ванны. Натрий начинает идти через эти белки сюда, а калий начинает идти сюда. И происходит перезарядка мембраны. Здесь становится минус, а здесь становится плюс. То есть вот этот заряд открывает белки, через которые по способу облегченной диффузии натрия и калия идут по градиенту концентрации без затрат энергии. Нервный импульс прошел, потом мембрана должна перезарядиться. Смотрите, видите, тут опять восстановилась мембрана, опять плюсики. За счет чего здесь появились плюсики? За счет того, что калий натриевый насос тут везде начал работать и восстановил заряд на этой мембране. И теперь мембрана готова проводить следующий нервный импульс. Вот вам пример, как работает натрий-калиевый насос и как работает облегченная диффузия вместе. Они необходимы для проведения нервных импульсов. Для сокращения мышечной ткани нужен кальций и магний. Смотрите, вот это будет актин, а вот это миозин. Миозин – это фибриллярный белок, актин – это глобулярные белки. И вот тут есть такие вот цистерны. Около миофибрилы есть такие вот цистерны с кальцием. Они наполнены кальцием. Когда нервный импульс приходит, эти цистерны открываются и с помощью облегченной диффузии кальций выходит вот сюда. Меняет зарядную конфигурацию активной миозины и происходит сокращение мышц. То есть для того, чтобы сократить мышцы, нужно открыть канал, через который кальций выйдет вот сюда и сократить мышцы. А для того, чтобы расслабить мышцы, нужно затратить энергию и закачать этот кальций обратно. То есть нужно тратить энергию для того, чтобы сокращать мышцы. Ой, вернее, расслаблять мышцы, не сокращать, а расслаблять мышцы. Прикольно? Для некоторых из вас это может показаться необычно. Так, давайте перейдем на транспорт в мембранной упаковке. Самый такой интересный. С одной стороны все просто, но вы его почему-то путаете. Вот, допустим, давайте просматриваем его в разную сторону. Если происходит захват каких-то частиц, значит это будет эндоцитоз, эндо внутрь. И если организм что-то синтезировал и выводит это наружу, значит это будет экзоцитоз. То есть экзо это наружу, эндо это внутрь. Вот, напишите в чате экзо наружу, эндо внутрь. Вот прям, чтобы вы попрактиковались. Эндоцитоз внутрь, экзоцитоз наружу. У нас есть люди, которые кто-то решил тестик, кто-то не решил. Давайте я вам предлагаю. Вот скинул ссылочку. Вот все, кто сегодня сейчас на занятии есть, попробуйте открыть этот тестик. Прямо сейчас решить. Я вам вот сюда вот перейдем. Это то, что непосредственно вас в CT и CE будут спрашивать. То есть такие вопросы я вам буду задавать. Одно дело знать теорию. Другое дело, это как вы будете пользоваться этой теорией и вас на этом научить. Проходите по ссылочке. Постарайтесь этот тестик сейчас по-быстрому сделать. Я вам дам время. Те, кто его уже сделал, молодцы. Просто вы увидите, что по теории вроде как все понятно. Вопросы начнут возникать вот на практике. Поставьте нолики, если есть проблемы с открытием тестика. То есть у вас как-то не получается что-то открыть, что-то там не понимаете. Одинаковая логическая связь диффузия и поступление угарного газа. То есть с помощью диффузии поступает угарный газ. А эндоцитоз, то есть что транспортируется с помощью эндоцитоза. Эндо внутрь. Олигопептиды это макромолекулы. Поэтому тут ключевая фишка, что поступление эндоцитоза. Это я, конечно. Эндо внутрь. Продолжение следует.